Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер для тех, кто видит меня впервые. И сегодня мы разберем тему позвоночника, тему выравнивания позвоночника, поскольку есть множество людей, которые уверены, что сколиоз, кифоз и другие варианты искривленного позвоночника – это что-то вроде такой страшной, неизлечимой болезни, которую нужно терпеть всю жизнь, нести на себе этот горб, продолжать его выращивать и умереть кривым, как квазимода. Потому что я уверен, что любые искривления позвоночника исправить очень легко, особенно если вы ещё не пенсионер. Если вы уже пенсионер, это тоже можно сделать, конечно же, это будет сложнее. Есть ряд нюансов из-за солевых отложений, из-за того, что суставы позвоночника начинают окостеневать в определённом возрасте, если не двигать ими, не использовать их. Но тоже это можно сделать. Я раньше снимал уже 4 или 5 видеороликов, таких достаточно некоротких. Конечно же, все хотят, чтобы сказал, что вложился в полминуточки, там всю суть соли и перец вложил. Но на самом деле, хорошее обучающее видео, хорошие рекомендации требуют внимания. И нужно объяснить всё как следует, чтобы человек понял всё как следует. Ну, конечно же, ввиду того, что подольщище большинство людей, которые смотрят какие-то видеоматериалы в интернете, они просто приходят для того, чтобы приятно провести время. То есть, вот вы там открыли какой-то видосик, посмотрели в 3 минутки и приятно провели время, и думаете, о, теперь я знаю какой-то новый секрет, теперь я знаю какой-то новый секрет. Но на самом деле есть много важных мелочей, которые были упущены в этом видео. Конечно же, такие видео обычно не популярны, ну, потому что никто не делает то, что кто-то советует. Итак, позвоночник, значит, как же его выровнять? И почему это не является страшной, неизлечимой болезнью? Я когда читаю комментарии периодически, я просто офигеваю. Молодые люди, вроде бы не тупые, вроде бы образованные, говорят что-то вроде, зачем вы даёте ложную надежду людям, у которых и так, значит, уже всё, жизнь испорчена, судьба перекошена из-за кривого позвоночника, зачем вы им внушаете надежду, значит, они всё равно останутся горбатыми на всю свою жизнь. Ну, либо горбатыми, либо кривыми, в других вариантах гривизны позвоночника, я отгадаю. Зачем? Затем, что это очень просто, очень-очень просто. И по большому счёту, в процессе выравнивания спин каким-то своим знакомым и клиентам я понял, что причина-то не в спине, причина в том, что человеку на себя по барабану, по барабану. Хочется вот так вот сесть, заплакать, сказать, ой, я такой кривой, несчастный, пожалейте меня, уйти-пути, уйти-пути. Потому что для того, чтобы выровнять спину, над этим нужно работать. И, кстати, почему врачи часто говорят, что какие-то формы искривления нового позвоночника выровнять нельзя? Да потому что лень. Лень утирать вам сопли, лень с вами морочиться. Вот смотрите, поставьте себя на место врача. Приходит к вам человек и говорит, вот, товарищ доктор, у меня кривая спина. Вы такой сидите, блин, у вас куча дел, у вас очередь длинная достаточно. И вы понимаете, что если вы будете тратить на человека 2-5 минут, 2 минуты 5 минут, то, в принципе, рабочий процесс будет более-менее терпимый. Если вы на каждого будете тратить по 1,5 часа и распинаться, что и как нужно делать, показывать, то эта очередь никогда не закончится. И, в общем-то, это очень энергозатратное время, энергозатратный процесс. И на такие жертвы идут очень-очень немногие врачи. Большинство просто по барабану. Потому что там у него семья, там друзья, там плитку в ванной надо положить, он там выбирает. А ты тут пришел со своей проблемой, блин, давай побыстрее. Там друг с анекдотом, значит, коллега, надо пойти с ним кофе выпить, покурить, отдохнуть. Там не выспался, ну и так далее. И поэтому ты такой приходишь и говоришь, у меня кривая спина, ничего нельзя сделать. Давай я тебе там поставлю штемпель, там подпишу что-то, все, приходи в следующем году. Или не приходи никогда. Но спину выровнять можно. Ну и сейчас мы в этом будем разбираться, почему ее можно выровнять. Потому что принцип выравнивания спины и принцип искривления очень прост. Дело в том, что для этого, конечно же, нужно будет чуть-чуть включить мозги. Из чего состоит позвоночник? Две основных составляющие. Это небольшие косточки и небольшие межпозвоночные диски, которые являют собой суставы. Суставы позвоночника. Значит, именно благодаря тому, что суставы позвоночника меняют форму, вы имеете возможность наклоняться, поворачиваться, ну и так далее, и так далее, и так далее. И эти суставы постоянно деформируются. Они постоянно подстраиваются под ваш образ жизни. Межпозвоночные диски постоянно принимают то положение, в котором вам удобнее всего находиться. Ну, в котором вы чаще всего находитесь. Например, если вы носите сумку в одной руке. Значит, если вы постоянно наклонены в одну сторону, соответственно, такое положение принимают ваши суставы позвоночника. Они немножечко деформируются таким образом, чтобы вам удобно было ходить в немножечко искривленном состоянии. Короче говоря, в каком состоянии вы чаще всего находитесь, такое состояние и запоминает суставы вашего позвоночника, и оно запечатывается на вашем позвоночнике. И все. Поэтому, если вы привыкли ходить криво, если у вас есть какой-то перекос, к примеру, работает человек у станка и привык работать на перекос, либо просто пишешь за столом что-то, что-то делаешь, сидишь за компом, и привычка сидеть на перекос, либо ходить горбатым, ну и так далее. Это все, если эти привычки не убрать и не исправить, то с возрастом они запечатываются, отпечатываются на вашем позвоночнике все сильнее и сильнее. Вот. И выровнять позвоночник можно так же легко. Но, к сожалению, если просто, к примеру, вот вы ходили с утулом, и тут раз, начали ходить ровным, и, значит, начали выравниваться. Да, выравниваться будете, но этот процесс будет длиться дольше, потому что, ну, очень некомфортно будет постоянно, то есть нужно будет тратить много сил и внимания на то, чтобы ходить, к примеру, ровным, не сгорбившись. Поэтому нужно делать ряд специальных упражнений с определенной периодичностью, которые я снял для вас. Один ролик я снял лет 5-7 назад, второй чуть позже, третий еще чуть позже. Эти все видеоролики я прикрепляю к этому видео. В описании это все будет обязательно. И если у вас кривая спина, и вы хотите ее выровнять, то я скажу вам, что это очень легко. Я пробовал выравнивать спины своим клиентам и знакомым, и часто получается так. Начали, пошли, продвигаемся, прогресс есть. И прогресс очень значительный, потому что за месяц можно сделать очень значительный прогресс. То есть большинство незначительных форм искривления позвоночника можно исправить буквально за месяц. Ну, если человек такой крючкообразный, то можно их исправить за полгода, какие-то за полгода, какие-то за год, какие-то чуть дольше. Но никто этого не делает, потому что это хлопотно. Это хлопотно, это нужно каждый день делать какие-то упражнения, либо же на тренировках что-то делать, включать определенный комплекс 2-3 раза в неделю. А если у вас нет никаких ни тренировок, ни упражнений, вам на себя абсолютно по барабану, то, естественно, прогресса никакого не будет. Ну и на своих клиентах, на своих знакомых, которым я пробовал выравнивать спины, я заметил, что начали работать, есть прогресс, а потом просто человеку на себя пофигу, и все. То есть тот уровень энтузиазма, который он готов был потратить на это, он быстро заканчивается. И человеку просто на себя опять пофигу. Он знает, что это возможно, он думает, да, вот я когда-нибудь там вернусь и выравняю себе спину, и буду всегда ровным. Но сейчас мне лом, вот потом, вот завтра, вот послезавтра, вот после 8 марта, после Нового года. И это затягивается и уходит в никуда, и в итоге постоянно этот нюанс стоит на запасном аэродроме. И, конечно же, товарищи большинство так ничего и не сделают со своей спиной. Да, конечно же, есть нюансы, когда сложнее выравнять спину, это когда, к примеру, человек уже пенсионер, никаких упражнений никогда не делал на спину, то есть всю жизнь ходил в каком-то немножечко сгорбленном состоянии, и суставы позвоночника потеряли свою подвижность, забились солевыми отложениями и всякой такой фигнёй. То есть, по сути, вообще любой сустав в нашем организме, любая хрящевая ткань, если вы её не используете, она начинает окостеневать. Вот такой простой секрет. И вот примерно то же самое происходит в их позвоночнике. Именно поэтому бывает так, что человек возрастом так 40-50-60 как-то нагнулся, что-то слегка поднял, либо просто как-то дёрнулся, что-то хрустнуло, и вроде бы он ничего такого особенного не сделал, но потом лежит со спиной, мучается, лечится, мажется мазями и так далее. А всё потому, что окостеневшие, либо полуокостеневшие суставы, он захотел опять их чуть-чуть погнуть, и, значит, получилась такая вот беда. Поэтому для того, чтобы с позвоночником было всё хорошо, его просто нужно использовать. Но это всё есть в тех видосах, которые я вам дал. Ну, ещё, конечно, есть нюансы, когда у людей были переломы позвоночника, и в спине стоят какие-то стержни, какие-то спицы. Ну, это, по-моему, и ослу понятно, что это совершенно другой нюанс. Я же говорю о 99,9% людей, у которых нет таких проблем. Это в основном молодые люди, у которых всё хорошо. Со спиной просто она кривая. И сколиоз, и другие формы скривяного позвоночника – это не болезнь. Просто спина кривая. Вот и всё. Её нужно выровнять. Так же, как и, например, с носовой перегородкой. Мало кто задумывался, но у подорожающей большинства людей носовая перегородка кривая. Как правило, она кривая в левую сторону, потому что большинство людей правши и вытирают нос вот таким вот образом. Ну, это ещё с детства привычка такая формируется, и всё. И, соответственно, носовая перегородка кривая. И получается что? Получается, что потом мы вырастаем, и у кого-то носы очень кривые, и трудно дышать и так далее. Кто-то делает дорогостоящие операции пластические, кто-то не делает, кто-то терпит это всю жизнь. Но, тем не менее, в носовой перегородке очень много хрящевой ткани. Ну, конечно, чем старше человек, тем больше носовая перегородка костеневает. Но, тем не менее, на протяжении всей жизни человека носовая перегородка сохраняет большое количество хрящевой ткани. И если носовую перегородку повернуть в другую сторону, то она выровняется. Конечно же, это нельзя сделать за один раз. Просто нужно делать определённые упражнения по тому же принципу, в принципе, что и по позвоночнику. Нужно делать определённые действия, и за полгода можно выровнять носовую перегородку. Я свою, например, выровнял, потому что у меня носовая перегородка со временем была очень кривая. И, если интересно, могу записать отдельный видос на эту тему. Но просто было некомфортно дышать. Когда делаете какие-то упражнения, когда делаете интенсивную тренировку, то нужно много дышать. И носом было дышать неудобно. Одна ноздря закрывалась, а второй мало. Поэтому нужно было повышать производительность своих ноздрей. И, соответственно, я решил выровнять носовую перегородку. Это очень просто. Но, конечно же, хлопотно. Лень морочиться. Проще заплатить 5000 долларов пластичному хирургу, или сколько там это стоит, я не знаю. Просто мне рассказывали некоторые ребята, которые делали это за такую сумму, проживающие в американских штатах. Но, в принципе, я бы этого не делал. Я этого не делал. Хотя я могу себе позволить финансово это сделать. Но зачем? Зачем, если я могу и так это выровнять? Конечно же, на это уйдёт какие-то полгода. И определённое количество внимания и энтузиазма, но, тем не менее, это нужно сделать. Ну и, конечно же, если не выровнять нос, вот, к примеру, вы сделали пластическую операцию, вам выровняли нос. Там сломали, срастили, обратно выровняли. И вы не убрали вот эту вот привычку, вытирать нос в одну сторону. Через несколько лет у вас будет такой же кривой нос. И опять нужно будет делать то же самое, либо терпеть кривую, значит, перегородку. Вот, поэтому нужно избавляться от тех факторов, которые приводят к нежелательным результатам, помимо того, что нужно делать определённые действия на то, чтобы избавиться от этих негативных результатов. То есть, для того, чтобы выровнять позвоночник, недостаточно просто ходить ровно. Нужно делать определённые упражнения. Тогда ходить ровно будет легко. И убирайте привычку ходить криво. И, в общем-то, всё получается нормально. Но это всё есть в тех упражнениях, в тех видосах, которые я для вас не поленелся снять. Если у вас есть ещё какие-то вопросы по позвоночнику, конечно же, задавайте. Но, в принципе, я на всё уже давно ответил. Конечно же, видос получился не на полминутки, как многие любят, потому что в полминуты нельзя вложить ничего. Понятное дело, что, ну, опять же, мои видеоматериалы именно для тех людей, которые готовы делать и внедрять то, что я вам говорю. Потому что, если вы ничего не сделаете, вы не получите никакого результата. А просто философствовать, а вот это так, а вот это не так, а вот это правильно, а вот это неправильно, ты пойди сделай. И потом решишь, что правильно, а что неправильно. На сегодня всё. До новых встреч.